Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. В 1882 году городские власти Костромы начали хлопотать о проведении в их город железной дороги. От городской думы в Петербург была послана депутация, которая была даже принята императором Александром Третьим с супругой. Однако в приемных различных канцелярии дела у депутации шли очень туго. Сановник, от которого зависело решение данного вопроса, взбешенный их назойливостью, выгнал купцов из кабинета и запретил их принимать. Купцы были народ не промах и снарядили одного депутата для личных объяснений с этим сановником. Депутат отправился в дом сановника и вначале дал 25 рублей швейцару, чтобы выяснить, берет или не берет его хозяин. Ответ был получен довольно туманный, но не безнадежный. Делегат был припровожден в гостиную, куда вскоре влетел разъяренный сановник и, увидев знакомого надоедливого посетителя, закричал «Опять вы здесь! Сейчас же вон!» Купец арабел, но все же шепотом спросил «Ваше превосходительство, смилуйтесь! Скажите, сколько вам надлежит выразить благодарность?» Тут сановник сразу же успокоился и благосклонно сказал «Садитесь!» Они быстро сошлись на трех с половиной тысячах рублей серебром. Время бежит, а чиновники в России остаются прежними. В Костроме жило много ссыльных поляков. Среди них был и доктор Мечислав Петрович по фамилии Богомолец. В монастырской гостинице Троицкой Лавры он однажды очень долго объяснялся с монахом, втолковывая, что он действительно богомолец из Костромы. Монах же на все его объяснения твердил, что у нас здесь все богомольцы, иных и не бывает. А он, мол, должен в книгу записать фамилию. Получив от доктора рубль, монах перестал спорить, или, как раньше говорили, смущение у него прошло. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok